доброе утро у нас зацвел абрикос жужжат челки вообще красота такая погода лучше конечно испортилась но абрикосик зацвел буквально пару деньков и все и он отсветет уже не будет такой красоты не знаю слышно на камеру нет но жужжат челки шмели летают работают довольно кстати много цветочков на дереве если морозов не будет а их вроде как не должно быть то абрикосиков в этом году должно быть довольно таки много вот как мы обустроили цветочную рассаду которую совсем недавно пикировали поставили дуги нашелся у нас небольшой кусочек укрывного материала и на ночь мы закрываем укрывным сейчас у нас в теплице 16 градусов но в принципе вот прошло уже пару дней цветочки оклемались гвоздичка потихоньку поднимается гвоздичка конечно оказалась самой нежной и такая пикировка ей далась сложнее чем остальным цветам ну а бархатцы бархатцы стоят солдатами и все у них прекрасно вот еще цветочки и тут цветочки капуста наша тоже чувствует себя хорошо растет ну и остальные ящики тоже нормально есть у нас еще вот на столе немного рассады она у нас стоит под пленкой здесь у нас цветы стаканчиках совсем недавно сажали уже начали прорастать здесь у меня балконная смесь цветочная там очень много различных цветов тоже уже прорастает потихонечку остальная рассадка тоже себя чувствует неплохо поэтому нужно будет еще сегодня заняться посадками потому что мы так и не посадили что хотели не посадили травы не посадили еще цветочки кабачки тыквы тоже ничего не посадили потому что мы занимались пикировкой потом мы убирали уток в общем некогда было сейчас у нас такая не очень хорошая погода и поэтому будем сажать теплицы работать на улице возможно нас как бы не то чтобы не очень погода у нас тепло у нас весьма тепло на улице пока нету ветра но единственное у нас пасмурно вчера конечно денек был намного лучше у нас вчера светило солнышко но днем поднялся сильный ветер и уже как-то работать в огороде было проблематично ветер был жутко сильный посносила конечно все там все укрытия я сажала до этого ревень укрывала его пластиковой бутылкой в общем все эти мои укрытия посносила сейчас буду приводить в порядок а вообще кстати давно уже пора заняться грядками нужно прорыхлить прополоть перекопать пересадить но вот что-то как-то мы как всегда не успеваем сейчас я думаю мы закончим со всеми посадками на рассаду посадками в грунт ведь я так и не посадила редиску не посадила зеленуху ничего чем я еще не посадила совершенно все надо сажать на времени вообще нет вот моя грядка с лекарственными травами я по весне обрезала просто сухие оставшиеся сухие стебли растений сейчас грядку эту надо обработать привести в порядок потому что она выглядит очень плохо я смотрю у меня душица уползла интересно так надо будет ее куда-то пересадить в общем сейчас порыхлю пропалю там вот особенно у нас вот эта вот часть сильно заросшая но тут же забором беда в общем здесь много минусов в этой стороне здесь обработаю буду приводить порядок у меня растет котовник белый и сюда обычно приходят кошки приходят есть и валяться именно в этом белом котовнике у меня еще есть вот синий котовник он цветет синим цветом его кошки не трогают белый очень полюбили а это мята вообще все это надо рассаживать здесь очень много этой мяты если вдруг кому-то нужна мята обращайтесь откопаю корешок земля здесь конечно дубовая здесь еще камушки попадаются нас по всему участку такие вот камни везде в огороде и не в огороде и 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 обрабатывать грядку сейчас я покажу что я тут натворила вот так немножко видно убрала я доски которые у нас огораживали грядку хочу все-таки шифра делать но в чем дело вот эта грядка вот она вот это вот с травами у меня вот так она идет до того где стоит тачка и есть еще одна грядка там у меня тоже будут травы но если делать нормальную межу как я вот прокопала и протоптала то то грядка получается очень узенькая поэтому я в принципе думаю их объединить в одну большую посередине сделать небольшой такой проход но это я пока сейчас так думаю что у нас шалфей мой чувствует себя отвратительно он всю зиму стоял зеленый сейчас он поникший зверобойка хороший нужно конечно еще вот тут вот все обкопать но будем это делать когда забор потому что здесь не пройти все к забору очень близко посажено и тяжело пройти когда будем убирать забор и ставить новые сети будем хорошо обкапывать обрабатывать там у меня я думала это душица вылезла это мята перечная пытается сбежать на межу особо сильно вот в этих вот местах вот здесь вот не рыхлила и сорняки не убирала потому что сорняки и вот эти вот остатки от старых растений не убирала потому что у меня много семян просыпалась от мяты я смотрю они взошли там маленькие растихи поэтому не стала сильно рыхлить как здесь где зверобой зверобой принялся принялся хорошо мне это все нравится нужно будет обработать еще ту часть грядки у меня там практически ничего не растет вот там вот в начале у меня папа папа метелка метелка как же она спаржа спаржа вот растет дальше ничего нету и вот только тут где бутылка я посадила ревень тоже надо будет ее обкопать как следует вот эту вот между и вот тут тоже надо обкопать это вот я выковырнула из грядки выкопала полтаза кирпичей оттуда и там еще еще раз в пять больше выкопала траву с межей но это кстати не вся трава это последняя тачка а так я еще много скормила уткам куром сейчас повезу еще куром в общем так вот у меня сегодня работа до обеда пока я тут копалась валентина степановна у нас пересаживала клубнику на эти наши грядки которые мы делали которые нельзя подкопать здесь у нас была земляника но как я уже говорила оказывается она двулетка и она свое отжила поэтому сюда досадили клубнику здесь тоже мы ее будем переносить сюда на эти грядки в дальнейшем но естественно они будут обордюрен и нормально когда-нибудь в дальнейшем вот здесь тоже будет клубника и там тоже здесь сейчас у нас лук морковка а по клубнике у нас осталось чуть-чуть здесь на грядке тоже надо заниматься девчонки уже все клубнику свою обработали я насмотрелась как они это делают а мы еще никак не дойдем до клубники вот здесь тоже у нас остатки клубники но в этом году она остается потом переселяется на те грядки про которые я уже говорила здесь тоже чуть-чуть клубники а вот отсюда валентина степановна куда-то вот убегает выкопала клубнику вот ручкой машет всем привет у нас же здесь одной стороны клумбу мы клумбу мы начали разбивать до клумбы тоже надо добраться тоже надо цветы уже цветут а кумба не обработана еще вот здесь будет дорожка здесь тоже будут цветы да 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 здесь тоже будет цветы и здесь будут цветы и везде будут цветы а вот там вот у нас горит вот у нас грядки горят старые доски сжигаем в общем все мы пошли на обед после обеда вернусь наш заборчик красивый вернусь после обеда и посмотрим что мы будем делать дальше дикий вепрь пытается выйти на прогулку у нее четко же шелушиться непонятно ну иди гуляй иди там вон травка у всех что ты что ты боишься иди гуляй выходи ко всем давай да не бойся ты давай я туда выйду пойдешь со мной пойдем давай иди сюда иди давай 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 дикий вепр иди глаза грязные господи какая-то пятнистая голова вся грязная где хоть ты рылась то показывают свинок красивые а ты ты чё такая грязная то чего ты грязная скажи мне что ты гавкаешь в камеру то выходи трясется господи кури что ли испугалась кого-то испугалась какие-то покажи свои пятна на коже давай выходи тут прибита доска я тебе не уберу ну давай давай я подальше отсяду иди сюда кузями отдаю кузя получишь звездюлей сразу ну гулять то будете выходи солнце хорошо что ты там сидишь замерзнешь тебя собака погреет давай иди ко мне собака добрая если будет злой собака будет в будке сидеть и не вылазить и не надо облизываться кузя 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 фу смотри смотри тут у курёк пир какой выходи ко всем давай я думаю она ничего постороннего не наестся мозг то должен быть у свиньи какой-то а то я сейчас выпущу она здесь будет рыться найдет какую-нибудь гадость и сожрет кузь что ты боишься сидит трясется иди ко всем гуляй иди гуляй собака тебя не тронет пузо какой волос ноги подкашиваются трясется все курс какой-то кузя нельзя ветку жрет камни какие-то нашла хрустеть начала под хвостом так кузя кузя фу не надо под хвостом нюхать нельзя нельзя сказала кузя нельзя ты уже смелый стал что-то дикий вепр гуляет все кирпичи сожрала всю землю сожрала да ну что ты боишься иди тебя никто них не тронет вагонушка наблюдает курки тут скребутся что-то ко мне пойдешь это ж я морда грязная ужас какой-то что ты так ходишь то я тебя не понимаю пить не хочешь что-то вода есть морда грязная ужас да может водички что-то где-то рыло все кирпичи съела ну зачем ты их съела несется одна да нет никого на твоя миска пить будешь будешь пить ну гуляй ладно